нелли племянник проигрывает все на ставках как быть где копать дайте мой тем насладиться вот а для вас для вас это где-то вы очень много теряете что такое деньги деньги это средства обмена деньги это перемена деньги это ваша энергия это движение ваше вот где вы теряете свою энергию ваше движение тормозите свои перемены лишаете себя перемен лишайте себя нового лишайте себя творчество то есть у нас все сигналы тела жизни вот наша земля это тоже тело наше все эти сигналы внешне и внутренне они только об одном вы остановились вы не идете в перемены вы теряете себя останавливаете не хотите двигаться не хотите идти в новое оно об одном и том же вот но так как в теле разные органы имеющие имеющие разные функции вы можете более детально и подробно посмотреть сигналом а если это виде какого-то события внешнего то детально посмотреть где именно вы останавливаете себя но если в целом то это остановка вы тормозите в принципе если вы изначально просто вот не даже не копаясь в этих сигналах не пытаясь разобрать что сигналит там тело что сигналит внешние обстоятельства проблемы какие-то долги и кредиты и так далее если вы не будете даже с этим разбираться а просто самую начальную причину уберете будете всегда идти в перемены в новое все у вас не будет никаких проблем хотите много денег хотите блага хотите здоровья хотите счастья хотите любовь живем здесь сейчас идем в перемены идем страхи ничего не боимся делаем что хотим говорим что хотим нарушаем все правила играем эти правила одновременно то есть наслаждаемся жизнью радуемся ищем радости не желаем эти деньги а желаем любви счастья и кайфа любим себя и всегда во внимание на себе ощущаем себя чувствуем себя все это волшебная таблетка от всех проблем от всех проблем быть здесь сейчас просто быть наслаждаться что вы есть любить себя не почему никакие для этого атрибуты вам не нужны чтобы себя любить себя наблюдать то есть вам не нужно никому доказывать какой вы классный хороший там супер важный супер умный супер богатый то есть доказывать чтобы вас больше любили вам не нужно нужно просто себя любить не почему если вы будете это делать и позволите себе быть любым толстым таким всяким худым храмы слепым неважно под каким бы вы не были если вы начнете себя любить любым то ваши проблемы все исчезнут из вашей жизни проблема это просто сигнал что вы себя не любите вы не наблюдаете вы хотите себя начать любить только после того как чего-то добьетесь вы пытаетесь всю жизнь прожить так чтобы показать всем что вы достойны этой любви что вот если я заработаю я достойна любви вот вот тогда я буду любить себя вот тогда я могу там жену завести с ребенком когда я добьюсь там высот карьерных когда мне будут деньги машины квартиры вот тогда вот заведу семью и тогда я буду наконец-то счастлив а сейчас я не готов быть счастливым потому что мне надо деньги заработать и так далее то есть весь мир проблемы сигналит только об одном что вы остановились остановились в чем не идете наблюдать себя в переменах не идете себя любить любым не проявляйтесь так как вы хотите из эфира в эфир и из поста в пост одно и то же об одном вот про это всегда говорю больше нет никаких в жизни проблем как научиться себя любить вот если в жизни станет это главной целью все тогда вы будете счастливым но у вас счастье и любовь это потом я вот смотрю анализирую комментарии до многих людей особенно на ютюбе там еще что-то даже моих родных взять родственников каких-то друзей вот для меня незнакомые люди вот подписчики мои да вы самые родные а вот взять родственников маму бабушку я не считаю вот остальных родственников взять друзей они мне настолько далеки чем хотел сказать там пошла 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 и в дебри ушла а я начала с того что вам важнее там деньги его важнее доказательства важнее слава богатство и так далее почему я так решила потому что я наблюдаю за этим и вижу что когда я говорю во всех эфирах одно и то же что нужно любить себя научиться любить в этой жизни научиться радоваться этой жизни научиться быть здесь сейчас ощущать быть собой жить по своим желаниям не все говорят какой я несу бред я городская сумасшедшая я дура я и вообще там делу на вас бизнес короче я такая сика и все меня хейтерят вообще жестко родственники не понимают говорят я несу херню вдалбиваю людям херню я не могу понять почему с какой-то стати в нашем мире любовь радость счастье стало хернёй это вот насколько зашоренный человек сейчас в мозгах своих что самые настоящие ценности ценить любить себя выбирать себя свои желания любовь счастье это херня все так считают и для меня это шок вот и действительно таких людей которые считают что радость любовь их мало по пальцам можно посчитать вот я вокруг себя собираю таких людей нас с вами уже становится больше кто понимает что в жизни главное это любовь что это внимание к себе что это счастье счастье это сейчас здесь сейчас жить наслаждаться этой жизнью вот сейчас не откладывать ничего на потом любить себя сейчас а не когда вы чего-то там добьетесь докажете заработаете сделайте себе там новую прическу или наконец-то выйдете там с макияжем в эфир а так пока я противно на меня смотреть фу-фу-фу но если у меня позыв есть надо подавить это желание сначала идти там на марафетиться вот так вот люди считают почему вот изначально все проблемы вот кто так считает что надо жить потом и что важно быть честным интеллигентным правильным заработать деньги показать себя дать этому миру что-то стать там благотворителем у того болячки проблемы нет денег и вся фигня вот как только вы себя любить начинаете а себя любить это не только любоваться в зеркало нет себя любить это когда вы понимаете что весь мир это вы весь мир это ваше продолжение весь мир сигналит вам вот это вот все то естественно вы начинаете любить весь мир то есть как вы вы не будете отделять себя от внешнего мира то есть ваше эго начинает растворяться эго это вот представление о себе рамки вот я такая меня зовут так там не столько лет вот это вот когда вы перестанете вот эти вот рамки вокруг себя ставите будете ощущать себя намного шире чем это тело и чем видеть во всем вокруг себя наблюдать вот это вот все дело то естественно вы и мир весь будете любить и тогда никто вас не назовет эгоистом я считаю что вот люди которые люди которые короче части меня часть меня темные неопознанные не недалекие еще пока что они считают меня эгоисткой потому что я часто говорю любите себя выбирайте себя выбирайте свои желания вот настолько узко мыслят что думает что я имею ввиду свое тело нет я всегда имею ввиду что выбирайте себя это себя и свой мир внешний мир во внешний мир входят все остальные люди естественно вот ну и плюс кто плюс кто те части меня которые говорят что я неправильно делаю неправильно говорю они пытаются ну как бы не себя учить других людей вот они как раз эгоисты потому что не позволяют другим людям жить так как другие люди хотят короче мне нужно отстать от всех людей людей от вас отстаю но выхожу в эфир реально голова не болит поэтому я буду почаще выходить в эфир и и сама себе это рассказывать ты смотрела интервью с кэролайн лиф нет они научно доказали все что ты говоришь это же времени нету говорить ой говорить читайте смотреть кого-то только говорить как нула мозг опять чем антивирус голове пытается удалить хакера эфир сохраните но хакер сильнее то есть я мы тебя обнимаем спасибо так кстати актер господин никто вообще шикарно выглядит да блин это мой типаж я хочу себе парня как этот актер его лето зовут лето представляете так классно звучит нелли как трансформировать убеждение что после развода больше не будет семьи так и буду одна с ребенком но вы посмотрите на весь окружающий мир по два по три по четыре по десять раз женаты чем вам не подтверждение что ваше мнение дурацкое правильно тем более ваш мир это продукт вашего желания как захотите так и будет нечего бояться спасибо совсем не тяжело с тобой ты всегда позитивная и воодушевляющая я не всегда позитивная знаете это я только на эфирах такая иногда бываю пушистый меня все называют на курсах стервой и и ненавидят и постоянно приходит ко мне на курс платят деньги или на бесплатный курс неважно но сидят и делают задания и ненавидят и прям пишут я тебя так ненавижу на я там заплатил деньги мне надо этот курс дойти до конца и прям какая хреновая прям столько вот высказывает я заставляете в боль это больно и наступая на больные мозоли но я не считаю это короче у меня просто метод такой наступить человеку на больную мозоль и вывести его на эмоции да я это делаю многие бы сказали не этично но я не знаю других способов как не протроллив не вытащить из человека но вот эту тёмную сторону вот эту проблему с которой потом можно разобраться короче я это из любви делаю вот можно наверное какими-то более мягкими способами но этот человек уже пробовал тысячу раз эти мягкие способы с разными психологами и до сих пор у него эти проблемы поэтому последняя инстанция это я чтобы пойти ему битый по голове так что если вы пойдете ко мне на курс то вы не будете так считать так сотрудница принесла стопку документов на подпись и от них у меня внутри такой запах пошел так затошнило но это все внутри меня потом с ней начались скандалы что вы не перевариваете даже ну не могу сказать там надо ситуацию разобрать что не так с этой ситуацией ой спасибо как рассоздать шаблон удачливый неудачливый но смотрите удача это неудача почему если я творец то я творю реальность своим желанием я ее творю я сама это создаю я сама беру кубики из этих кубиков что-то составляю я творец да а удача это то что от меня не зависит удача может быть только у жертв удача может быть только у жертв обстоятельств которые ну который не творцы не творят за них уже там что-то решено то есть удача это что-то такое не зависящее от творчества и поэтому если я считаю что в моей жизни есть удача то для меня это неудача я жертва удача это неудача я так это понимаю а неудача это удача потому что если мне что-то не удалось то это удача я получила опыт я получаю опыт у меня идет расширение я пробую по-другому это круто я тем более создала специально этот опыт для чего-то каждый опыт нужен каждый опыт важен и опыт расширяет поэтому все ну как бы мне понятно не знаю как вам вам нужно порассуждать самим если не понятно спасибо чки столько комплиментов почему такому в школе не учат не знаю я так думаю что все кто смотрит мой прямой эфир если вы массажист внедряйте работу с блоками в теле как в прошлом эфире да я говорила сразу прорабатывайте блоки в голове то есть будет будет комбо и излечите человека если вы учитель то внедряйте в своих уроках вот эти тоже знания если вы врач то вы можете работать с шаблонами параллельно с телом они заглушать боль разбирать ситуацию на месте ну и давать лекарство уже ладно чтобы разбирать на месте было то есть внедрять вот эту информацию давайте мир будущего строить вместе чтобы наши дети уже учились в таких школах в которых не рабов божьих делают и жертв обстоятельств которым навязывают шаблонные программы как они должны быть должны поступать ведь много людей очень которые работают в школе я вот вспоминаю таких учителей просто ненавижу по башке бы дала вот провод ну вообще но которые не ставят ребенка ну как личность пытается унизить доказать свою правду многие мне кажется некоторые люди в школу идут для самоутверждения знаете то что они по жизни слабые но чтобы почувствовать силу им надо унизить еще более слабых вот такие мне встречались тоже люди ну и где-то я такой вот так поступаю наверно тоже надо разобрать раз это вспомнила все же про меня как изменить первопричину так к чему это был вопрос можно потом еще добавить к вопросу вопрос нелли так у меня мысль как-то нелли с нами выдерживаешь столько с нами такими трудно догоняющими да я же сама собой общаюсь просто чтобы это не выглядело как шизофрения удобненько в прямом эфире как отмазка что я сама сама пообщалась все хорошо ой спасибо тебе часто слушаю тебя и ты как ответы на мои вопросы все прямо ложится классно спасибо ты что такое говоришь я тебе понимаю я пятиюродная соседка соседа твоей бабушки в параллельной вселенной если серьезно и так тебя понимаю меня никто не готов из близких кроме подруг пока слушать у меня все подруги все мои подруги это сейчас те кто меня начал слушать и я начинаю с ними дружить друг это близкий человек по духу а не тот с кем вы выросли у меня есть много друзей с кем я выросла но я не считаю друг 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 это враг враг это друг мы как раз на марафоне сейчас на курсе это разбираем многие начинают понимать вот друг это в основном чувство долга мы навешиваем и ожидания на других людей чтобы они подстраивались под нас и были нашими рабами вот и мы долг несём и крест перед ними и должны идти против своих желаний чтобы там угодить другу там много шаблонов а есть друзья которым ты ничего не должен они тебе ничего не должны вы просто на одной волне и они формируются не через всю жизнь проходит они формируются в каждый промежуток времени у тебя ну каждый раз новая волна и поэтому у тебя каждый раз новые друзья вот так что близкие подруги для меня это мои подписчики вот с кем я общаюсь с кем я встречаюсь с кем я болтаю в эфирах вот они те с кем мы какое-то время дружили там на другой волне в другой жизни так что у меня даже язык не поворачивается сказать там подруги мне не понимают старые подруги детства мне не понимают все о чем ты делишься это очень ценные высокодуховные знания которые меняют жизнь так рассуждать что эти знания глупость могут только недалекие тупые материалисты так в том то и дело что сейчас таких людей 95 процентов наверно планеты которые не понимают что любовь счастье радость и все что вот о чем мы сейчас с вами говорим что творцы мы они внешние боги которым мы молимся ну и так далее то есть таких людей мало всегда ко всему новому сначала идет сопротивление потом присматривание потом уже присоединение полное вовлечение да там несколько стадий приходит вот сейчас у нас только-только присматривание стадия что-то я не могу понять что со светом свет гаснет поярче или подскажи пожалуйста у мужа две недели болит желудок это о чем говорит он две недели кого-то осуждает пускай вспомнит кого и поблагодарит этого человека и найдет что человек ему зеркалит так так чем и 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 При этом этот эгоист, который называет другого эгоистом, хочет, чтобы думали о нём. Ну, то есть, да, понятия искажены, конечно. Этот эгоист даже не разрешает якобы другому эгоисту думать о себе. Должен обо мне думать, а не о себе. Эгоист. Это БДСМ, это кайф, это не боль. Да, я на курсах у меня БДСМ прям. Издюлины твои животворящие. Я немного с опозданием читаю, сначала одно говорю, потом читаю, как повторение такое-то. Всё, никак не могу разобраться, о чём транслирует муж, выпивающий вечерами. Каждый эфир, этот вопрос, в один-в-один, вот прям одинаково. Мой муж пьёт, что мне это обозначает? Каждый эфир. Посмотрите трансляции, вот в любом эфире есть этот ответ. У меня есть путеводитель на канале Телеграм, в Инстаграме, ссылка в профиле. Переходите, набирайте ключевое слово, например, там, пьянство, муж пьёт, алкоголь, любое слово либо фразу. И в Телеграме вам выдаст все видео, в котором есть упоминание про пьянство, с отрезком времени, именно где в этом видео, в каком куске об этом говорится. Очень удобный путеводитель сделан. Муж, если пьёт, то он вам транслирует, чтобы вы обратили у себя внимание, где вы ищете, где вы ищете те выгоды, которые даёт алкоголь мужу. То есть спросите себя, для чего люди пьют, для чего муж пьёт. Все ответы, которые вы думаете за других людей, они ваши, потому что они возникли в вашей голове, и они все будут правильные. Нет неправильных ответов, есть правильные ответы все. Например, муж пьёт, чтобы ему стало хорошо, весело уйти от проблем. Где вы уходите от проблем, задаёте себе вопрос. Где я ухожу от реальности? Каким способом я могу ещё себя порадовать помимо алкоголя и так далее? То есть вам нужно задать вопрос, почему я хочу какой-то допинг себе, чтобы быть более свободной, более раскрепощённой, делать, что хочу, говорить, что хочу, наслаждаться. Мало того, что вы сами не наслаждаетесь, так ещё и другим не даёте. Вот. Плюс, вот вы сами написали про расслабление, он пьёт, чтобы расслабиться. Это показывает о том, что вы не можете расслабиться, хотите расслабиться, и вам вот сейчас вот задача номер один, и цель вот хотя бы на этот месяц или на этот год вот поставить и искать возможности расслабления во всём. Как можно жить в расслабленном состоянии, как можно работать и при этом быть расслабленным. как можно получать деньги и расслабляться, как можно напрягаться и расслабляться одновременно. Ну, то есть расслабление должно быть вот здесь, вот в голове. Неважно, как напряжено ваше тело, можно даже делать физические упражнения и быть расслабленным. Вот ваша задача сейчас номер один – научиться расслабляться. Вы не знаете, как расслабляться. Муж транслирует вам тем, что он тоже не знает, как расслабляться. И кроме алкоголя он не нашёл варианты. Но если найдёте вы варианты, как расслабляться, ваш муж тоже найдёт, он же ваше отражение. То есть если он не знает, как, ну, естественно, это вы не знаете, как. Так, вот, пускай вот это расслабление сейчас станет вашей целью. Как расслабить себе мозги? Я бы начала с массажа. Расслабить тело, а потом уже и мозги включаются. Я, кстати, на массаж постоянно хожу, обожаю массаж. Сейчас ищу массажиста в Москве хорошего. Просто после краснодарских массажисток две девушки плохо видящие. И они очень хорошо тело чувствуют. Ещё в четыре руки массаж делали. Я просто офигевала. Очень больно, правда, было, но... Очень круто. Вот сейчас... Так, у меня телефон садится. Сейчас я быстренько прочитаю ваше сообщение. Это, наверное, пора уходить. С чего начать изучение вашей теории? Где взять основы? Да нету основ. Начинайте с любого видео, и всё. Мы просто болтаем по душам, как с подружками. Никаких методов и теорий нет. Есть только то, что мы Бог, и наш мир – продукт. Нашего творения нашим мышлением. То есть наше мышление, наша правда, наше убеждение воплощается вовне. Все наши чувства в уплотнённой форме мы наблюдаем вовне. Всё. Это вот вся теория. Я творец, а не жертва. Всё зависит от меня. Я не перекладываю ответственность ни на кого, потому что я творец, я это сотворила. И творится это всё моими желаниями. Весь мир – продукт моих желаний. Вкратце. Вам нужно менять ваше мышление, и тогда меняется реальность. Менять ваши убеждения, которые вас убивают на то, чтобы они вас стали наполнять, расширять, двигать вперёд, вдохновлять и дарить вам радость и любовь. То есть любое слово, оно шаблонное. Любое слово. И мы что-то разделили на плохое и хорошее. Например, любовь и ненависть, плохо – хорошо, добро – зло, сильный – слабый. То есть мы что-то целое разделили на две противоположности. И вот эти две противоположности, с которыми мы постоянно воюем в этой жизни, они нас ограничивают во всех наших движениях, желаниях. Мы их соединяем в целое. То есть берём этот шаблон и соединяем в целое. Находим, получается, безграничное целое, чтобы вот с этих границ эти границы стереть. Чтобы наш мозг перестал понимать разницу между добром и злом. Это не значит, что я теперь буду злая, пойду всех убивать. Нет, это вообще не про это. Чтобы у нас мозг перестал отпираться на крайности. И учиться любви, находить во всём тёмном, неизвестном, непонятном, страшном, отрицаемом, некрасивом, нелюбимом, неправильном, плохом добро, зло и кресту. Путём оправдания, путём рассуждения. Так, я уже хотела выходить, у меня же телефон садится. Я хотела быстренько прочитать ваши комплименты и пойти. И плюс, как и вчера завершала эфир, Вика, которая всю эту деятельность мою помогает мне раскручивать, она сказала в каждом эфире в конце говорить волшебные слова. Вот, я сейчас дочитаю, быстренько их скажу. Хорошо. Если рядом инфантильные люди, это о чём? Ну, это о том, что какая-то часть вас такая же инфантильная. Есть общий чат какой-то телеграмма, есть чат рефлексии. Там мы общаемся, но не текстом, а видео. Показываем себя настоящим, мы говорим на любые темы, рассказываем об инсайтах, рассказываем о каких-то озарениях, рассуждениях, рассуждаем. Но это всё на видео. Я специально убрала все чаты, где нужно писать, потому что вы за своей писаниной просто настолько спрятались от всего мира, от себя в том числе. Вот, а там мы на видеорефлексии канале учимся общаться вживую по видео. То есть снимаете там «Привет, народ!» И выставляем себя настоящего. Ссылка в профиле у меня в инстаграме на этот чат. Нелли, благодарю тебя за вчерашний мне ответ по поводу папиллом. В общем, прочитав психосоматику об этом, получив пенделе от тебя, у меня перемены вновь пошли. «Так, а я тебе говорила, не читать психосоматику по поводу папиллом». Там просто психосоматики, ответ мой любимый, усреднённый для козерогов, одинаковый. Конечно, нужно саму себя спросить, иначе вы так не научитесь понимать себя. Так, у меня очень-очень быстро садится батарейка. Сейчас буду выходить. Быстро сейчас почитаю. Вот, всё, дочитала. Так, Вика выполняет твою просьбу. Я вчера, когда это делала, была вся красная, стеснялась, и сейчас мне ещё хуже. А то, если я сейчас опять это забуду сделать, мне потом опять настучат по голове. Так, делаю полную серьёзность. Дорогие друзья, все, кто смотрит меня на YouTube-канале, на YouTube-канале, кто меня смотрит, этот эфир сейчас будет записан на YouTube-канале. Пожалуйста, ставьте палец вверх или вниз, неважно. Вот, оставляйте комментарии под видео, чтобы я видела, что вам интересно. Что там, колокольчик нажимайте, чтобы вы всегда знали. Блин, я не могу такое говорить. Чтобы вы всегда знали, что у меня вышло видео. Тра-та-та. Вот, я всё сказала. Вика, я всё сказала, не ругай меня. Слушайте, ну это ржачно. И я всегда угораю, когда я смотрю видео, неважно, чьи, какие, на YouTube. И там просят с таким серьёзным лицом поставить лайк на YouTube. Не здесь лайк в комментариях, а там потом, когда я прям эфир сохраню. Вот. Обязательно подписывайтесь на меня. Ставьте значок уведомления. Да что, люди не знают, что ли, что им поставить? Зачем им вообще указывать? Вот, я всегда с таким мнением была. Но потом меня убедили, что просто многие забывают поставить, там, допустим, колокольчик, или даже о нём не знают, который будет уведомлять, что вышло новое видео. А потом спрашивают, ну, Вика очень часто спрашивает, а почему вышло видео, а у меня не было оповещений. Вот. Поэтому она мне сказала, обязательно это говорит. Ладно, скажу, короче, ребята. Колокольчик — это значит, что вы будете получать уведомления о том, что вышло видео новое. Так, подписаться-то на мой канал-то не забудьте тоже. Правильно, что напоминаешь. Без двух-трёх бокала, не знаю, вина. Мне стыдно о таком говорить. Несите мне вина. Сейчас посмотрю, сколько у меня. Процента два осталось, три. Я с вами опять два с половиной часа провела сегодня класс. И самое крутое, что у меня не болит голова, когда я выхожу и рассказываю. Это лайфхак такой. От мигрени никакие таблетки же не помогают. Если я не легла ночью спать, то на следующий день у меня болит голова. Единственная таблетка — это выйти в эфир и пообщаться. То есть мозги, они ни о чём не думают, кроме «в здесь и сейчас», в вопросах и ответах «в здесь и сейчас». Представляете, я же несколько часов нахожусь в таком расслабленном напряжении. То есть я расслаблена, потому что мне хорошо. И напряжена, держу фокус внимания, не витая нигде в облаках, вот прямо здесь и сейчас. И это так разгружает мозги, что даже мигрень уходит, которая никакими таблетками вообще не уходит. Представляете? Завтра на массаж тоже подводный массаж. Что такое подводный массаж? Я тоже хочу подводный массаж. Вы знаете о каких-то подводных массажах? Что это такое? Ой. Я пропустила этот вопрос, один был. Учу детей всегда во всём искать плюсы. Да, это классно. О, вот он, вопрос был, но я не знаю на него ответа. Мою маму кто-то душит ночью. Мою маму тоже в детстве постоянно душила домовой, потом она, блин, почти каждую неделю приходили попы, освещали квартиру, медиумы, а потом она с домовым общалась. Он картошку вот так перекидывал, его не видно. Просто картошка из мешка вылетала, и вся кухня была в картошке. И мама потом очень долго ставила блюдце с молоком, чтобы домового кормить и поить. Я даже не знаю, как к этому относиться, если честно. Бабушка покойная снится. Ну вот во снах все персонажи – это вы. Какая-то часть вас, которую вы наделили бабушкой, она что-то хочет напомнить о себе, да, получается. То есть те чувства, которые вы ощущали, глядя на бабушку, да, вот чувства, которые бабушка вызывала у вас, вот, она эти чувства пришла напомнить. То есть во снах к нам приходят, даже и не во снах, просто люди, которые… Сейчас пример такой проведу. Вот, например, 20 лет вы там не виделись с детскими друзьями. Это с детства, да, 20 лет не виделись. Вот, и тут они вдруг объявились. Это же не просто так они объявились в вашей жизни, а для того, чтобы напомнить вам, какие чувства тогда вы в детстве испытывали. Либо вам, либо во сне, либо в реальности, там позвонил какой-то бывший парень, бывший муж, чтобы напомнить те ощущения, которые вы испытывали, когда вы с ним были вместе, когда вы там познакомились. То есть представьте, вы познакомились с мужчиной, у вас была такая влюбленность, легкость, вы ощущали там кайф какой-то, радость, были на эйфории. Вот эти чувства давно вами забыты. Человек приходит, вам напомнит. То есть вы сами к себе приходите, напоминаете эти чувства через этих людей. И бабушка тоже пришла о чём-то вам напомнить. Вам нужно себя спросить, а что я чувствую по отношению к бабушке? Что я чувствовала тогда, когда у меня бабушка была? Я так понимаю, она умерла. Вот, а по поводу кто-то тянет с кровати маму? Вы сами лично видели, чтобы она упала с кровати? Потому что я не знаю даже, что на это сказать. Можно, конечно, подумать. Родственников душит домовой и стягивает с кровати. Слушайте, интересно, да? Что это может быть в вашей реальности? Я подумаю до следующего эфира, потому что в голову прямо пока ничего такого не приходит. Выходи в стрим на ютюбе. Так сейчас многие блогеры делают. Да надо попробовать. Надо попробовать. Так, по поводу рака. Болезнь близкого у него рак. Да, это вам нужно, конечно, вон проекция вас, в себе искать причины. У меня три видео про рак есть. Прям так и называется. Онкология, рак. Посмотрите. Все три видео разные, потому что каждый раз я про него что-нибудь новенькое говорила. Что он может обозначать. Так, таблетки на проф. Хорошо снимают боль от мигрени. Я, по-моему, вообще все, что можно пробовала. Вот есть еще таблетки с умигрен. Что-то такое. Но, блин, я их не хочу пить. Они как наркотик. Во-первых, выпиваешь таблетку, В горле такой комок, Что ты потом не дышать, не вдохнуть, ничего не можешь. Тело парализует, и ты ведешь себя, как укурыш. Я помню, в первый раз, когда я отцу мигрен выпила, Да, у меня притупилась боль. Мигрень притупилась. Но я была в какой-то, блин, параллельной реальности, походу. У меня вот неадекватное было поведение. То есть мое тело, меня не слушалось. Голова меня не слушалась. Язык не слушался. Я вообще там и ржала, и что-то несла, Какую-то ересь вообще, Муж на меня смотрела такими глазами, Говорит, что с тобой. Я его предупредила, Потому что еще в интернете почитала, Что эффект от этих таблеток странный. Вот. И называют их как наркота, И лучше их типа не пить. Но вот кроме них, Ничего не помогает от мигрени. Но я стараюсь даже их не пить. Так. Если кто знает по поводу домовых, Пишите в личку. Может, каких-то идей подкиньте. Что делать, если ночью Кто-то душит, Стягивает с кровати. Если по старинному способу, Как мама моя делала, И бабушка говорила, Спросить у домового, Да, ты к худу или к добру. Вот. Но я в эту фигню не верю. Спрашивайте, Типа тебе ответят. Ага. Мне кажется, Тоже с шизофрения уже начинается. Не знаю. Надо подумать. Это по-любому воплощение каких-то страхов. Воплощение каких-то страхов. Причем страхи не у мамы, А у вас. Мама же в вашей реальности. Она же ваш Микки Маус. Ваша иллюзия. Значит, воплощение ваших страхов. Каких-то чего вы боитесь. Подумать. Отвечаю на или сонный паралич, Это туда же. А что про сонный паралич? Про удушья во сне, что ли? Сама себя душить чем-то. Надо матом посылать. У меня от соли голова болит. Перестала есть хлеб. Мигрени прошли. Короче, я-то знаю причины своих мигреней. Я очень долго желала, чтобы моё тело мне показало, чтобы оно ложилось спать вовремя и утром рано просыпалось. Всё. У меня мигрени, если я нарушаю режим дня, режим сна, режим ночи. Вот. Если я режим пропускаю, всё, у меня болит голова. Это хорошо, потому что другими способами я себя не приучу нормально ложиться и вставать, как нормальные люди. Душить себя во сне, да? Где-то вы себя душите. Так, а если душить себя, то это значит не давать себе воздуха. Не давать себе воздуха дышать, то это опять принятие-отдавание, что ли? Где вы себя притесняете, не даёте, не отпускаете и не принимаете, да? Получается так. А вам это, если ещё женское начало, ваше начало женской энергии принятия, которое вы душите в себе. Короче, вам надо разбираться с принятием. Спасибо, что помогли. Всё, у меня прям, знаете, такой вот, когда у меня озарения какие-то идут, ну вот я рассуждаю, да, вроде как одни и те же слова, вот у меня вот такие вот мурашки по телу вот тут. Я вот прям... Всё, телефон совсем разрядился. Прям чувствую вибрацию, что... для меня вот сейчас, что я тоже душу где-то принятия своём.